Намасте, добрый вечер, добро пожаловать всем. С Новым годом! Потому что 21 марта Солнце переходит в Овна, и это начало нового астрологического года. Поэтому официально весна началась сегодня в северной полушарии мира. И также для многих людей, для людей, которые признают Оша, это начало новой эры. И возможно мы будем рассматривать 21 марта как день Нового года, потому что это день просветления Ошо. Поэтому сегодня это эра Оша, 68-й год. Если моя математика правильная, и сегодня 68 лет с 1953 года. И если вы вовлечены в наш чат в Телеграме о медитациях, вы видели, что сегодня мы запостили цитату Оша, когда он говорил о своем просветлении? Я пытался найти русский перевод в английской книге. Потому что в английском он говорил о своем просветлении в книге «Дисциплина трансценденции». Но мне кажется, я думаю, что русская версия идет из другой версии книги, которая является компиляцией других разных книг. К сожалению, я не знаю всех компиляционных книг, я знаю все изначальные Ошо книги. Но в любом случае, это тот перевод, который мы смогли найти, это слова Оша, но это микс из разных книг. И на самом деле, то, как он об этом говорил, это самая первая была кассета, не компакт-диск, которую я услышал в 1979 году. Когда Оша говорил о своем просветлении. Это очень вдохновляюще. И если вы понимаете английский, я действительно рекомендую вам найти оригинальную аудиозапись и послушать ее. И я на самом деле загружу ее в нашу группу в Телеграме, чтобы вы могли послушать ее. Но когда у вас будет свободное время, я рекомендую вам прочитать файл, который мы запостили. И также я выложил фотографии Ошо сразу после его просветления в те времена, такие фотографии, которые вы нечасто можете увидеть. И хорошо почитать о процессе самого Оша, о том, как он достиг своего просветления. И если вы уже знаете Ошо, то вы наверняка знаете уже, что он является мастером тотальности. И чтобы подытожить то, что он написывает как свой путь, Он был тотально вовлечен в поиск оконечной истины в течение многих жизней. И в этой жизни, в своем детстве он медитировал с раннего возраста. Но, как он рассказывает, за неделю до своего просветления он просто сдался, он просто остановил весь поиск. И он почувствовал, что он сделал все, что возможно, это не сработало, и он просто сдался. И это на самом деле является основной фундаментальной частью учения Ошо. Чтобы вы настолько тотально, насколько вы можете, занимались обнаружением истины и медитировали настолько глубоко, насколько это возможно. Вы должны попробовать все, и затем остановиться. Но если вы просто остановитесь без попыток, то ничего не сработает. И если вы продолжаете стараться, стараться и стараться, то это на самом деле предотвратит этому переживанию произойти, потому что переживание происходит в расслабленном состоянии. Я нахожу параллель между опытом Ошо и тем, как он спроектировал свои медитации. Он был очень активен, он пробовал все, и затем он остановился. И затем просветление произошло само. Это как его активные стадии, особенно динамики. Три стадии, очень активные, всего полчаса полной активности. И затем стоп и ничего не делаем. Так что действие необходимо. Это как раскручивать большое колесо. И затем стоп. И затем стоп. И в этом стопе энергия идет в центр колеса. И колесо — это также наши чакры, но наша энергия. И когда мы работаем с чакрами, это тот же принцип, с которым мы работаем. Мы активируем чакры, и затем мы останавливаемся. И в этом стопе мы идем в безымолвный центр. И затем трансформация происходит. И затем трансформация происходит. И я был дважды в том городе, в котором Оши был студентом, и затем учителем в университете. И город называется Джабалпур. Довольно-таки большой город в середине Индии. Если вы почитаете историю, вы узнаете, что он жил в студенческом общежитии. И затем у него пришло много энергии, и он пошел наружу, на улицу. И там есть парк, сад, такой огороженный сад. У него есть ворота, он запирается. И последний раз, когда я там был, я бесплатно туда заходил, а в предыдущий визит нужно было немного заплатить за вход. И Оши рассказывал, что в ту ночь не было охраны, это было поздно ночью, и он просто перебрался через забор, через арку. И он почувствовал притяжение к одному дереву. Он видел, что это дерево как будто подсвечивается, светится. И когда я первый раз сюда поехал, то я не знал, где находится парк, где находится дерево, и интуитивно мне приходилось находить информацию самому. И, возможно, интуиция, мой внутренний гид сказал мне остановиться в отеле прямо рядом с парком. И когда я попал в парк, я просто почувствовал, что, ага, вот это дерево, вот это должно быть то самое дерево в этом парке. И в недавние годы они на самом деле обновили парк, он достаточно красивый сейчас. И потому что дерево довольно-таки известное, потому что Оши просветлел там. Он защищен рвом, вокруг него и вода. И когда я увидел это дерево, я медитировал на тему, почему это дерево так соединено с Оши. Это очень просто дерево. И Оши всегда говорил, что он очень простой и обыкновенный человек. Но для нас, его учеников, было так сложно в это поверить, потому что он был для нас настолько необычным. Но я увидел, что дерево из ствола растет в разных направлениях достаточно быстро. И для меня это позволило понять, что происходило с сангой Оши, с Оши сообществом. И когда Оши был жив, мы были как будто бы в стволе дерева. Или все мы, как будто бы корни дерева, мы распространены по всем странам, по всему миру. И тем, что Оши соединяет нас вместе. И мы остаемся вместе, пока он здесь. Но когда он ушел, мы теперь опять уходим в разные стороны, в разные ветви. И, конечно, каждое дерево такое. И, конечно, каждое дерево такое. И я увидел, что дерево не очень высокое, и разветвление происходит достаточно быстро. Для меня это символично с тем, что происходит с Оши с Анясинами сейчас. И сейчас мы разветвляемся в разных направлениях. Я не знаю, следите ли вы за событиями, новостями о том, что происходит в Оши мире сейчас. Но сейчас еще подходит время разделения большего разветвления. И все Оши мастера, лидеры, медитационные лидеры, терапевты, у нас у всех есть свой способ объяснения Оши. Но в чем мы сходимся, это то, что Оши дал нам прекрасное учение и прекрасные медитации. И он достиг просветления, и его медитация – это, возможно, тоже для нас способ достичь своего просветления. Спасибо. 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 Спасибо.